Всем огромный привет, друзья! С вами Куз, и сегодня у нас обзор реплики руля Aston Martin Vantage GTE. GTE, извините, GTE как-то звучит не очень хорошо. Вот, собственно говоря, наш герой, на котором я уже провел довольно много времени, и это уже вторая ревизия. И, наконец, когда я выпущу этот обзор, уже вроде бы как ребята будут этот руль готовить к продаже, то есть будет финальная версия, которая также будет отличаться от того, что у меня сейчас в руках. Надо отдать должное, потому что эти рули собирают наши отечественные ребята. Вот, понятное дело, что всякие переключатели, кнопочки и многие вещи, из которых состоит этот руль, далеко не российского производства. Вот, но, тем не менее, стоит, ребят, похвалить. Итак, давайте сразу ближе к делу. Во-первых, руль беспроводной. Это очень хорошо, потому что у меня был руль Cube Controls, и сейчас есть, с которым я намучился. С помощью шнурка вы его подключаете. Этот шнурок вы должны наматывать на вал своего руля, чтобы он там не перетягивался. И один хрен два таких шнурка я поменял, потому что вы крутите рулем, и этот шнурок, он постоянно натягивается, растягивается. И с этим часто бывают проблемы. Поэтому, ребята, пошли другим путем. Руль подключается с помощью вот такого маленького Bluetooth-адаптера. Вставляете в компьютер, все, получаете сигнал, никаких задержек нет. Но это если у вас этот приемчик не очень далеко... Оп, поймал. Не очень далеко расположен. Если, вот как в моем случае, я его один раз подключил к задней панели своего компьютера. А компьютер у меня вот там стоит примерно метрах в двух от моего кокпита. И, соответственно, еще и сзади он направлен в другую сторону. И, может быть, еще там рядом были подключения, там наушники к этому компу были подключены, еще что-то. В общем, как-то у меня были проблемы, что как-то странно. Ну, как будто, правда, input lag какой-то сумасшедший. Я потом просто переключил в хаб, который у меня рядом с кокпитом, и больше ни разу с этой херней не сталкивался. Также руль заряжается вот от такого шнурка. То есть мы подсоединяем его и к компьютеру, либо к блоку питания, но лучше к компьютеру. Имейте в виду, когда вы ставите руль на зарядку, вам также нужно ставить вот, видите, в положение on руль. То есть, чтобы руль был включен. Если руль будет выключен, у вас здесь синяя лампочка будет моргать. Что говорит о том, что включи меня, мужик, включи. И это то, что также не было в первой ревизии данного руля. Когда вы уже его включаете, то она просто горит синеньким цветом. Также здесь вот такая вот есть функция, чтобы проверить заряд батареи. То есть вы жмете, и мы видим, что три палочки из четырех горит. То есть примерно на 70% руль еще заряжен. К сожалению, пока что, когда вы через Bluetooth подключаете этот руль, у вас в минусе загорается в правом нижнем углу, что подключен девайс, такой-то, такой-то девайс. И он всегда показывает низкий заряд батарей. И неважно, насколько у вас руль заряжен, там на 10, 20, 50 или на 100%. Ребят сказали, в будущем они нашли, как это дело поправить программно, чтобы нормально отображался заряд батареи. Хотя, в принципе, и вот этой штуки достаточно. То есть вы перевернули руль, нажали, да и посмотрели, сколько у вас заряда. Но можно будет делать это и через компьютер, чтобы там посмотреть зарядку именно в процентах. Она более точная. Причем тестировал я его уже, ну я не знаю, уже месяца три, наверное. То есть до Нового года он ко мне приходил, мы его тестировали. Была первая ревизия. Потом они его переделали. Сейчас вторая ревизия. И уже вот готовая предпродажная версия будет, которая, кстати, исправлены в нем некоторые ошибочки. А ошибочки еще какие были. То есть, чтобы вы понимали, как мы с этими ребятами работали. Они нам прислали руль, который вообще не для продажи был. Это была первая ревизия. Мы его потыкали, протестировали. Я и Фотон, и Григор Плей, еще там ребята, Симрейсеры. Потому что все-таки, ну, отечественные производители. И что бы не поддержать, почему бы не помочь каким-то фидмэком, обратной связью. Мы каждый накатал свою претензию, скажем так, что кому не нравится. И ребят поменяли. Кстати говоря, что касается упаковки. Упаковка очень крутая. То есть, ребята заморочились. Сделали специальный кейс. В этом кейсе все очень аккуратненько упаковано. Потому что рули собираются в Номосибирске. И пока они оттуда придут, надо, чтобы они пришли в целости и сохранности. Плюс всякие конвертики. Инструкция с QR-кодом. Продолжение следует... Продолжение следует... Но вот, к слову, смотрите, что мне не понравилось. Изначально значок был вот на таком пластике наклеен. Я сказал, ребята, давайте мне просто приклейте значок без пластиковой накладки. И что они сделали? Они мне приклеили в новой ревизии значок без пластиковой накладки. Вот так это выглядит. Очень даже красиво и очень даже прикольно. Вот так. Второй момент. Это лепестки, которые изначально были расположены по-другому. То есть вы видите, здесь они гладкие. Но изначально они располагались сюда, ближе к самому рулю. И вот эти болтики, которые вы видите, они торчали вот с этой стороны. И я переключаю именно, как вы называете, факапные переключения. Факами я переключаю. Да, мне удобнее вот так переключать передачи. И когда я вот так переключал, палец очень длинный и он касался этих болтиков. Ребята все перекрутили, сделали под меня. Видишь? Еще утопили эти шестигранные болты туда, что они прям вровень с переключателями. Понимаешь? Это тебе, блин, не фанатек или не трассмастер. Сделали все, не въегивайся, пользуйся. Здесь, видишь, написал. Ребят, давайте, может, сделаем так. Они такие, о, клево, да, давай так и сделаем. Поэтому я надеюсь, ребят, на этом не остановятся. У них еще есть руль Mercedes. Mercedes AMG. Его, кстати, Григард и Фотон тестировал. Потом ребята делают там баттон-боксы. И вот такой дашборд у меня был на тесте. То есть это тоже все как под оригинал бошевский. Вот. И вы можете с помощью программы SimHub вывести сюда информацию точно такую же, какая у вас высвечивается в автомобиле. Например, в AssetCorp с компенсионной играли. Знаете, какая там приборка у Aston Martin? Вот я выводил себе один в один точно такую же. Все то же самое. Вот. Более подробно по поводу дашборда вы можете посмотреть, опять же, у Григарда. Но давайте вернемся обратно к рулю. По сравнению с первой версией, что здесь было переделано и что будет сделано еще и в дальнейшем. Потому что ребята для нас, для всех записали отдельный видосик, в котором рассказали о своих планах на будущее, что они хотят переделать. В общем, в первой ревизии мне очень не понравились вот эти вот переключатели. То есть они выглядят прикольно, но они очень легко переключались это раз, а во-вторых, они подтупливали это два. То есть когда вы переключаете влево, он мог переключиться вправо. И также и наоборот. Здесь они это поменяли, теперь более тактильное переключение. Чуть-чуть больше надо усилий приложить, чтобы переключить, и они не тупят. Также в будущем, я не знаю, будет ли это уже в финальной продажной версии руля, либо это будет через полгода-год. Ребята вообще хотят вот эти вот все крутилочки заменить на американские. То есть, во-первых, они будут не из пластика, а из металла. Во-вторых, они будут еще более жесткое переключение использовать. Они будут заказаны с Америки, более дорогие. И, соответственно, возможно, это скажется на цене руля. Итак, по кнопочкам. Вообще, в принципе, я по дизайну обычно не придираюсь, когда речь идет о реплике. Это полноценная реплика. И здесь все кнопочки на своих местах, и все отлично. То есть здесь вот есть фанки-свич. Сразу хочу сказать, он еще может крутиться влево-вправо. Но эта функция программно не заложена. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг купите такой руль, будете крутить, а у вас вот эта вот крутилочка не работает в игре. Это изначально не запрограммировано. Также есть и нажатие вовнутрь, но оно также здесь не запрограммировано. То есть вы влево-вправо, вверх-вниз переключаете только 4 положения. И это хорошо на самом деле, потому что у меня, опять же, мой руль-куб-контрол, с которой там можно и внутрь нажатия срабатывает, и вот эта хрень срабатывает. И дело в том, что когда вы пытаетесь переключить влево или вправо стрелочку, вы случайно чуть больше усилий прилагаете, и срабатывает клавиша вовнутрь нажатия, которая бы вам нафиг не нужна. Поэтому я считаю, что Funky Switch, вот просто переключение влево-вправо или какой-нибудь стик, а вот это нажатие вовнутрь, это все уже баловство. Также, в отличие от первой версии, здесь другой пластик. То есть если вы сзади посмотрите на этот руль, то вы увидите, что здесь он такой более качественный, более матовый. В первой версии пластик был, ну, немного дешевенький. На примере руля Трастмастер Т-128. Трастмастер Т-128. Вот, чтобы вы понимали, что такое дерьмовый пластик. Абсолютно дубовый. И это, я надеюсь, видно и по внешнему виду, и по тактильным ощущениям. То есть дубовый хреновый пластик. Здесь же он матовый, и очень такой приятный на ощупь, обработанный, то есть не как на 3D принтере. Здесь, честно, даже докопаться не до чего, потому что ребята запарились, они даже скрыли магниты. То есть это магнитные лепестки, понятное дело. Магнитное переключение. И вот, видишь, вот эти вот накладочками черненькими, они спрятали магниты, чтобы они не отсвечивали. Но это даже чересчур, наверное, так запариваться. И мне нравится, как здесь проведен кабель менеджмент. Потому что, вот, обрати внимание, вот там есть проводочек, вот там вот есть проводочек. Здесь, то есть, здесь проводов-то практически не видно. Они все черные, и они все спрятаны. Потому что бывают рули дорогие, а там переворачиваешь и думаешь, блин, что за херня? Здесь там провода просто торчат наружу. И это все очень некрасиво. Но это выглядит неприкольно. Причем эти рули стоят недешево. Я такие тестировал. А это руль не из дешевых. Это реплика, которая собирает вручную. И стоимость такого руля будет где-то в районе 50 тысяч рублей. Плюс-минус. Поэтому он должен выглядеть идеально. Как спереди, так и сзади. Что касается кнопочек, здесь все как на реплике. Выполнено очень приятное нажатие. В меру. То есть они не очень легко нажимаются. Но я бы не сказал, что эти нажатия какие-то тугие. Также вот эти вот пластиковые пластины специально дают вам защищенность от некоторых клавиш. Чтобы вы случайно не нажимали те или иные переключатели. Как это было у меня недавно на стриме на моем руле от Fanate. Когда вот здесь у вас два соска торчат. Здесь еще вот эти вот крутилки, которые очень легко крутятся. И когда какая-то проблема, вы бьетесь куда-то там. Вас врезается, у вас вот так вот крутится руль. И вы просто чуть-чуть пальчиком задеваете этот маленький сосочек, который торчит. И у вас там уже начинает переключение карты двигателя. Переключение топливной карты. Короче, блин, это нафиг не надо. Но, опять же, по-другому ребята сделать не могли. Потому что это реплика. Делается все точно так же, как и на настоящем руле Aston Martin Vantage GTE. По поводу лепестков, они здесь очень большие. Здесь нет дополнительных лепестков под сцепление, например, нижних, как это бывает на многих рулях. Здесь чисто переключение передач. Вот. И мне нравится, что они очень огромные. То есть у вас всегда там, неважно, какими вы пальцами переключаете. Хоть хотите мизинцами, хоть даже переключать. Хотите этими пальчиками. Хотите вот так. Хотите так. Хотите так. Как пианист. И классное нажатие. Они не громкие. У них достаточно прикольный звук. То есть, видите, это трансмастер T128. И здесь слышится пластмассовый звук. Вот. У меня просто эти рули недавно пришли тоже на обзор. Вот этот и еще Artplace. Вот. Поэтому. Короче, лепестки кайфовые. Мне нравятся. Переключение. Бомба. Но давайте все-таки перейдем к небольшим минусам. То есть, это ручки. И дело не в хвате, а в самом покрытии. То есть, это у нас алькантара. Но это даже не совсем прям это такой супер какой-то минус. Это придирки. Просто здесь, ну, как вы понимаете, руль стоит недешево. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть. И докапываться до всяких мелочей. Короче, здесь у нас очень прикольная строчка идет. Она качественная, она аккуратная. Здесь все сделано круто. Но! Сама алькантара. Она, видите, идет. Она вот немножко зернистая стала. Она не отваливается кусками. Она не красится. Она не остается на руках. Но она немножко становится вот такой вот зернистой. Но зато она не грубеет. Я не знаю, как в будущем скажется. То есть, я вот три месяца играл. Что будет дальше с этими ручками, ну, тут только время покажет. Потому что надо дольше тестировать. Я играю без перчаток. Я не любитель перчаток, потому что, мне кажется, перчатки прикольно одевать, когда у вас прорезиненное покрытие руля. Потому что на алькантаре, ну, что в перчатках, что без перчаток, руки скользят одинаково. А вот когда у вас резиновые ручки, то в перчатках, какие вот именно у меня, там специальные накладки, и там он просто, руль не скользит. Потому что на резине, если вдруг у вас потели ладошки, то там просто ты начинаешь, вот, ну, руки реально скользят. Но я вам хочу сказать, что ребята дают гарантию, в течение года можно один раз обратиться, и они перешьют вам бесплатно эти ручки. Ну, это очень смелое заявление. Я надеюсь, они сдержат свое обещание. Потому что, ты знаешь, никто из производителей такой гарантии никогда не дает и не давал. Плюс они сразу мне, перед обзором я именно задавал некоторые вопросы. Они сказали, если вдруг что-то, какая-то поломка, мы все починим. За наш счет пересылка, мы все сделаем. То есть у них отличная гарантия. У вас фидбэк с продавцом, есть телефон, есть контакты. Если вы купили этот руль, то вы напрямую общаетесь. И как бы ребята очень переживают за свою репутацию. Поэтому, если вдруг что, починят, сделают без каких-либо проблем. Хотя вот у меня вроде бы никаких поломок не было. Очень серьезный недостаток, который обнаружился, и который уже, если что, исправили. В финальной версии этого точно не будет. Это то, что когда ты едешь, если ты нажимаешь одну кнопку, и потом вторую, то вторая не срабатывает. Даже когда, это знаешь, как проявилось? Когда я включаю задний вид, смотрю назад, а сам переключаю передачи. Я оп, оп, а они не переключаются. Но это просто была ошибка в программном коде. Они там переписали плату программную, и теперь хоть четыре кнопки одновременно нажимаю, они все будут работать. Я затронул тему ручки, самой обшивки, алькантары, но не сказал вам, как этот руль по хвату. А по хвату он прекрасно, посмотри. И, видишь ты, я прям кайфую, потому что я не перестану это говорить, не перестану вымахиваться. Но извините, но Куб Контроллс, это первый мой руль был, который был супер дорогой. Полторы тысячи евро он стоил на тот момент, и сейчас их уже нет в продаже. К сожалению, я вам не могу его сейчас показать, потому что я ребятам его отослал, чтобы они мне его почистили, помыли. И я его залил маслом подсолнечным, потому что у этого руля залипали лепестки. То есть вы жмете лепесток, и он оставался в этом положении, он не возвращался обратно. Я написал производителю, они сказали, надо эти лепестки смазывать, хотя я ни одни магнитные лепестки не смазывал никаким маслом. А тут у меня была гонка, и было некогда, и я взял подсолнечное масло и залил просто этот руль подсолнечным маслом. Хотел аккуратно, но не получилось. В общем-то, и у меня там что-то все залипло, все прикипело, поэтому я его ребятам отослал. Они мне уже полностью разобрали, они ее почистили, ну и им самим тоже интересно посмотреть, как там внутри все устроено. Поэтому именно у этого кубконтролса впервые я узнал, что такое вот такие пухлые ручки. То есть здесь вам прекрасно видно, как здесь идет узкая часть, потом она расширяется, потом она опять идет на сужение. Вот, обратите внимание. И, честно говоря, кому-то нравится такое, кому-то не нравится, но многие все-таки сходятся во мнении, и я в том числе, что такой хват самый удобный. То есть ты прям взял, и у тебя ручки эти прям в руках очень уютно, очень кайфово держатся. Ну и, в принципе, по материалам еще, что хочу сказать. Здесь лепестки выполнены из карбона, сама торцевая пластина тоже, видите, она выполнена из карбона. Если что, это никакие там ни наклейки, ни накладки. Это все карбон. Все дорого, все богато, и все выглядит очень и очень классно. К чему могу придраться еще? Вот эта вот нижняя полоска, здесь есть небольшая царапинка. То есть вот, обратите внимание, вот здесь, видите, небольшая царапинка, и, возможно, если я ногтем прям проведу, то этот руль можно поцарапать. Возможно, такое покрытие достаточно царапкое, и лучше сделать какие-то другие наклеечки. Но это уже совсем, ребята, это уже совсем придирки. Просто я, честно скажу, мне безумно нравится стиль этого руля, мне нравится его исполнение. И я, ну я просто, я просто уже ищу, к чему здесь еще можно было бы придраться. По опыту использования скажу, что все-таки вот эти вот крутилочки, к ним надо привыкнуть. Не всегда их переключать удобно. То есть, когда у вас есть крутилки вот здесь, под пальцем, или здесь, или здесь на ручках какие-то крутилочки есть, конечно, это удобно. Вы едете, вы не отвлекаетесь. Вы пальчиком оп, покрутили, кнопочку нажали, да. Но вот эти вот крутилки здесь, конечно, надо, ну не повернешь ты. Ну можно как-то одним пальцем, но это крайне неудобно, поэтому вам приходится каждый раз отрывать руку. Имейте это в виду, то есть. Но, опять же, это реплика, и здесь ничего с этим не поделаешь. Ну что, ребят, давайте подводить итоги. Стоит ли руль своих денег? Опять же, повторюсь, скорее всего, он будет где-то в районе 50 тысяч рублей. Однозначно стоит, потому что есть рули гораздо дороже. Чтобы вы понимали, эти рули покупают не на последние деньги. Эти рули покупают не на базы Трастмастер Т-300 или на какие-то базы Лоджитек старенькие. Хотя на Трастмастер у ребят также есть переходник, на Фанатека, ну, понятное дело, можете с помощью Подиум Хаба поставить. Также есть и на Сим Кубы, и на Сим Мэджики, на вот эти вот все китайские ДД базы. Также... Че, проходи. А? Проходи. Также все переходники есть, можно ставить, но вы должны понимать, что руль достаточно увесистый, руль достаточно большой по хвату, по рычагу, поэтому у вас и база должна быть не самая слабая. Ну, и тем более, если у вас какая-то бюджетная база, вряд ли вы сейчас побежите себе покупать руль, который стоит 50 тысяч рублей. Эти рули покупают уже те люди, у которых жирные ситуации, за эти деньги вы получаете очень крутую и качественную реплику, где, ну, я смог докопаться разве что вот до этих ручек, которые и то в течение года производители обещают, что может вам один раз перешить их. Плюс, если что-то сломалось, за свой счет ребята починят, ну, блин, отечественные производители и здесь решать вопросы гораздо легче. Это как я делал обзор на Z-Shifter и Z-Making Handbrake. Ребята уже там 5 или 6 лет на рынке и покупая девайсы, они даже пишут свой контактный телефон, если вдруг что-то, тоже по гарантии звонишь на прямую продавцу, тебе все меняют за свой счет, там они делают и в общем-то гарантия это топ. Просто я не знаю, какие итоги здесь говорить, мне руль понравился во всем. Может быть, конечно, я бы хотел, наверное, чтобы вот эти вот кнопочки были не матовые, а глянцевые такие, знаете, светоотражающие глянцевого такого поярче цвета. Ну и вот эти вот крутилочки, чтобы крутились еще чуть-чуть по жестче, что вроде как они обещают сделать в будущих ревизиях, когда они закупят американские вот эти переключатели. А так, блин, хват удобный, классные лепестки, все сделано аккуратно, качественные материалы. Другое дело, что готовы ли вы потратить 50 тысяч на такой коллекционный руль. Ну, тут, конечно, вам решать и все зависит от того, сколько вы зарабатываете и сколько вы готовы тратить на свое увлечение, на свое хобби, на симрейсинг. Потому что симрейсинг это дело не дешевое. К слову, нынче о ценах вот такой вот 26 сантиметров трассмастер Т-128 нынче стоит от 30 тысяч рублей. 26 сантиметров тубовый пластик 30 тысяч рублей. А на этом у меня все, друзья, какая-то грустная под конец подводка, но ничего, прорвемся. С вами был Кус, вы были на канале Кус-Кус Рейсинг, а это был обзор на штурвал Астон Мартин Вантейдж ГТЕ. Очень крутая реплика от наших ребят. Увидимся, до новых гонок, пока.